Следующий момент. Мы, конечно, все изучаем Писание и хорошо знаем главную сюжетную линию. И самое главное то, что мы извлекаем из Писания, оно очевидно. Это то, что безгрешный Христос умер за грешников, и через веру в Него мы все получаем спасение. Но при этом слово стало плотью, он стал не просто каким-то абстрактным человеком, а он родился как конкретный человек в конкретной культуре и в конкретной политической ситуации. И когда мы наблюдаем вот те события, которые описываются, мы зачастую не улавливаем политического подтекста этих событий. А на самом деле политический подтекст присутствует всегда и постоянно. Поэтому сейчас, о чем мы с вами будем говорить, это о политическом контексте евангельских событий. Мы уже говорили, современный Израиль это парламентская республика. То есть это не с тем же названием, что древний народ Божий, сегодня государство с таким названием, но оно не является не теократическим. Закон Моисеев не является конституцией этого закона. У современного Израиля есть своя конституция. Это парламентская республика. Вот. Древний Израиль, периода второго храма, то есть того периода, когда, собственно, пришел Христос на землю, это была особенная политическая система, причем она была не изолирована, а она была интегрирована в политическую систему мировую того времени. Вот. И на тот момент было два ключевых, две основные силы, которые боролись за власть в Израиле. Саддукеи и фарисеи. Не угадали. Вот. Саддукеи и фарисеи, они принимали сторону той или иной силы. Вот. Но становится вопрос, что является основанием государственности Израиля. То есть если Израиль, начиная с Маковейских войн, снова являлся независимым государством, на каком фундаменте это государство должно было строиться? Что являлось его основанием государственности? И, значит, были две точки зрения основные, вот этих двух точек зрения боролись между собой представители. Первая точка зрения, что основой государственности Израиля является храм. Есть храм, есть и народ вокруг этого храма, собственно, собирается. Знает народ Писание или не знает, не принципиально. Принципиально, что все они раз в год приходят в храм. Вот. Мы знаем, что когда Иераваам создал альтернативный жертвенник, это привело к потере десяти колен. Поэтому храм является символом единства, храм является символом государственности. Каждый израильтянин, знает он Писание или не знает Писание, он должен ежегодно приходить в храм. И, значит, эту точку зрения мы можем назвать институциализмом. То есть храм, это был государственный институт, который и объединял всех людей. И в этом случае элитой в государстве были священники и левиты. То есть непосредственные служители храма являются национальной элитой. Вторая точка зрения, это то, что основанием государственности является Тора. Конституциализм. То есть у нас есть Конституция. Тора. Один для всех закон. Вот. И в этом случае элитой становятся книжники учителя закона. И мы будем говорить о фарисеях и садукеях, безусловно, попозже. Но обратите меня, книжники были свои у фарисеев, свои книжники. У садукеев были свои книжники. А были еще книжники народные, упоминаются довольно-таки. В Матфеи, когда пришли волхвы, то царь Ирод не стал консультироваться с представителем той или иной партии. И он, значит, позвал к себе книжников народных. То ли это была какая-то определенная категория, мы не знаем. То ли это совокупность всех их, он, значит, определяется понятием книжники народных. Понятно, что в эпоху Вавилонского пленения, когда храма не было, собственно, скажем так, исторически изначально народ сконцентрировался вокруг храма, и храмы Тора были неотделимы. Когда Израиль, значит, покаял Ханаан, был, значит, поначалу была Скиния, потом был построен храм, именно храм был хранителем Торы, из храма распространялось учение, и это были два неотделимых понятия. Но потом, когда храм был разрушен, когда народ был угнан в Вавилон, и храма не осталось, и осталась одна-единственная Тора. И тогда стал вопрос, что, значит, что же является основанием существования нашего народа. Храма нет, Тора осталась. Соответственно, Тора стала фундаментом для народообразующим. Именно в эпоху рассеяния стала возникать синагога, и до Вавилонского рассеяния синагог не существовало. Но для объединения евреев, рассеянных беженцев, переселенцев в разных регионах, для совместного изучения Торы, они стали собираться общинами, синагогами, кагалами, церквями, то есть вот греческая экклесия, это то же самое, что еврейская кагал, то есть община, поклоняющаяся Богу, и, собственно, жизнь синагоги, изучение Писания вместе, и Ишива, школа по изучению Писания по синагоге, стала вот таким центром жизни евреев рассеяния. Потом, в период Ездры-Ниемии, происходит возвращение евреев обратно, и восстанавливается храм. И если до этого храм и Тора это были неконфликтующие понятия, то тут же все это время у нас была Тора, и мы все были вокруг Торы. Тут построили здание, значит, какое-то, понятно, что уже там здание большое, красивое, но ковчегов в Святом Святых уже нету, куда он делся, никто не знает, вот, и на каком основании оно должно быть фундаментом. Мы-то, книжники и учителя законно, были самыми уважаемыми людьми в народе, были элитой на протяжении всего рассеяния. Теперь мы вернулись на родину, но у нас появились конкуренты, это священники и левиты. То есть то, что изначально было одним целым, теперь это два разных конкурирующих начала формирования государственности. Очень интересно, именно с этой точки зрения мы должны понимать вот этот диалог в Евангелии от Марка, 12 глава, 32-34 стих. Книжник сказал ему, значит, это самое, когда подошел книжник к Иисусу и сказал, какая заповедь самая главная. Ну, мы с вами знаем, что ответил Иисус, мы знаем, какой вывод мы из этого делаем, но что ожидал человек, мы знаем ответ, но в чем была суть вопроса? А суть вопроса была, что же главнее, храм или Писание? То есть он ожидал, что Иисус в этой политической борьбе примет или ту, или другую сторону. И когда Иисус сказал, что главная заповедь – это любить Бога, читаем, книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. То есть он-то был книжником, он думал, что Иисус скажет Тора важнее всего, но боялся, что Иисус скажет храм важнее всего. А теперь выясняется, что и не то, и не другое. Вот, что Ио говорит, верно, ты, учитель, отвечал, оказывается, что любить Бога – это больше всех всесожжений и жертв. И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царства Божьего. Опять же, очень важно понимать культурный аспект. Когда ученик задавал вопрос учителю, учитель, значит, давал ему ответ, и ученик должен был повторить этот ответ, чтобы учитель видел, правильно ли ученик его понял. И вот здесь мы как раз видим, вот этот принцип применен. То есть учитель дал ответ, не ученик, который выше учителя говорит, да, действительно, ты молодец, значит, хорошо постарался. Нет, ученик повторяет ответ, дабы учитель мог оценить правильно, он его понял. Ученик повторяет, но подчеркивает то, что он услышал в этом самое главное. И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царства Небесного, учитель одобряет правильность его ответа. Опять же, из-за недопонимания вот этого аспекта ученичества в еврейской среде, вы знаете, мне для какой-то презентации, уже не помню, нужен был, а, для кросс-культурной коммуникации, что когда пришел Христос на землю, он же пришел ребенком, и он, прежде чем его начали называть учителем, он сам учился. И нам же говорится, как вы можете учить других, если не учить сами. И я вот пытался найти картинку, где Иисус сидит и учится в окружении учителей. Помните, в храме была ситуация. На всех картинках сидят учителя, значит, замеряя глухания, перед ними стоит Иисус, значит, мальчик, и их рассказывает, потому что, значит, сказано, и учителя дивились ответом его. Вот. Ну, и человек, который не знаком с тогдашней системой школы, он думает, что раз они дивились ответом, значит, он давал ответы, значит, они ему задавали вопросы, а вот расскажи нам. А он им, значит, открывал, они дивились ответом его. На самом деле сказано, что он был среди учителей, задавая им вопросы, он задал вопросы, и учителя дивились ответом его. То есть был его вопрос, ответ учителя, его ответ. Учителя дивятся. Вот эта вот система образования имеет такую структуру. В общем, у меня в каком-то таком армонском фильме я нашел картинку, где хоть чуть-чуть похоже, что все-таки он учится, а не учит. После разрушения Иерусалима в войска Метита в 70-м году институционный подход опять утрачивает свое значение. Храма больше нету, и с тех пор Тора становится основополагающим законом иудаизма. Тора становится его единственной конституцией. И начинают возникать толкования на Тору, толкования на толкование, толкования на толкование на толкование, и со временем все это вместе уже собирается в Талмуд. При этом, опять же, мы должны помнить, что современное государство Израиль является светским политическим образованием. И оно не основано ни на Торе, ни на храмовом служении. Как сформировалась та политическая система, в которой, собственно, происходят новозаветные события? Ее формирование, то есть мы, с одной стороны, расстаем, читая Библию, читая Ветхий Завет, мы расстаемся с историей Израиля, на уровне исторических книг, там, Езры, Неемии, вторая, Паралипоменон, на уровне пророков, значит, на уровне Малахии, а потом огромный пробел. И начинается, да, и пробел этот заканчивается служением Иоанна Крестителя. Вот. Это тот период, который у богословов получил название 400 лет молчания, 400 лет, когда пророка в Израиле не было. И очень интересно, что даже исторические книги еврейские, подчеркиваю эту точку зрения, например, когда, помните, мы говорили Антиоха, мы сейчас будем говорить более подробно об этом, но когда был, очищался храм после освобождения Иерусалима от сирийцев, то стал вопрос, а что делать со скверненным жертвенником? Вот. И его разобрали, на его месте построили новый жертвенник, неоскверненный, а что делать с этими камнями, не знали, и сказали, давайте мы их сложим в углу храма, вот когда появится пророк в Израиле, он дальше скажет, что с ними делать. Вот. То есть, вот таким косвенным образом в исторических книгах, первая книга Маковейская, в ней подчеркивается, что сама книга Маковейская, сама первая книга Маковейская, равно как последующая, не имеют пророческого авторитета, потому что пророка в это время в Израиле не было. Итак, мы должны понимать, что вся вот это вот формирование современной Иисусу, политической системы Израиля, начинается, такой вехой является 323 год, распад и перей Александра Македонского. Александр Македонский, молодой царь Македонии из города Филиппы, человек с прекраснейшим образованием, вот, его папа Филипп был человеком мудрым, образованным, другом детства философа Аристотеля. Вот, и Аристотель впоследствии учился в Афинах, у Платона, вот, но когда стал вопрос о воспитании сыночка у Филиппа Македонского, он своего друга Аристотеля зазывает обратно в Филиппы, и Александр Македонский учился непосредственно под наставлением Аристотеля. Вот, к возрасту 30 лет Александр Македонский покоряет весь известный в то время мир. Весь мир начинает говорить по-гречески. Мы-то с точки зрения библейской истории понимаем, Бог готовит мир к принятию Благой Вести. Бог готовит мир к тому, чтобы весь мир имел лингвафран, как это сегодня называется, то есть общий язык, язык общего общения. Вот, но к возрасте 30 лет Александр Македонский покорил весь мир и умер. Вот, и его империя распадается на четыре части, каждая из частей возглавляется его диадоком, полководцем. И наибольший политический авторитет, мы помним, что главным источником политической силы в то время было зерно. И поэтому те обломки империи Македонского, где было наибольшее, значит, запасы зерна, получают наибольшее политическое влияние, влияние, а именно Сирия и Египет. И начинаются постоянные войны между селевкидами, потомками селевка диадока, который унаследовал Сирию, и птолемидами, потомками птолемея, который унаследовал Египет. И получается, что две огромные супердержавы постоянно воюют между собой, а в промежутке между ними маленький Израиль. То есть, как всякие, проходят боевые действия, все эти армии через Израиль, туда-сюда, его опустошая, всегда с подозрением, потому что Израиль непонятно, за кого они, у них какой-то свой бог непонятный, и с нашими богами они никак не пересекаются. То есть, Израиль в довольно такой щепетильной ситуации оказывается на целых 300 лет. До 223 года, то есть, практически 100 лет, Иудея, провинция Иудея, по сути дела, де-факто оказывается в составе Египта. То есть, Египет имеет большую силу и большее влияние. Но уже начиная с 223 года, сирийский мир превозмогает, подключая к себе все крестные земли, и Израиль, по факту, становится как бы частью Сирии. И на самом деле, Палестина в римское время, время от времени, то ими является самостоятельной провинцией Иудеи, то и является частью провинции Сирии. В 168 году, 25 числа месяца Кислева, собственно, царь сирийский антиох Епифан решает заканчивать это безобразие. То есть, до этого сирийцы всячески пытаются под свое влияние Израиль подвести разными способами. Огромными подарками первосвященникам, народным вождям должности, права на сбор местных налогов и прочее. То есть, они всячески пытаются коррумпировать верхушку Израиля довольно успешно. Одна проблема. То есть, с коррумпированием получается, с подчинением нет. То есть, верхушка Израиля коррумпироваться, коррумпируется, а сирийцами не становятся. И Израиль постоянно находится на грани гражданской войны. То есть, как вот то, что я говорил, что там довоенная Украина. Половина одного обожает, второго ненавидит, вторая половина этого ненавидит, второго обожает. И все это постоянно на грани гражданской войны. Они друг с другом борются. Когда Антиох дает право первосвященнику собирать местные налоги, вместо того, чтобы теперь был порядок и первосвященник это привел, теперь еще и усиливаются боевые действия за право стать первосвященником. В итоге Антиох Епифан не выдерживает. К тому же, он идет в очередной поход на Египет. Тут кто-то распространяет слух, что царь Антиох в Египте убит. И этот слух становится причиной очередного бунта в Израиле, очередная вспышка насилия и прочее. И терпение Антиоха Епифана лопнуло. Он приходит в храм и 25-го Кислева оскверняет храм, приносит в жертву свинью на жертвенники храма, устанавливает в храме божьем жертвенник Юпитеру, приказывает уничтожить все экземпляры священного писания и строит в храме крепость, военную крепость на территории храма Акра, слово обозначающее высшая точка. И думаешь, ну все, теперь уже этот храм, из-за которого все воевали, ценность для них потерял, и наконец-то они станут частью сирийского мира. Происходит обратное. И эти две стороны постоянно воевали друг с другом, теперь у них появился общий враг. Израиль объединяется полностью против общего врага, то есть, опять же, в истории все повторяется. Северный сосед захотел подчинить себе, но в итоге была половина за них, половина против них, теперь за них обе половины, теперь против них обе половины. Реакция на эти действия это восстание под предводительством первосвященника Матафия Хасманея. Род Хасманидов становится центром восстания и военное руководство в свои руки берут сыновья Матафия Иуда Маковей становится главнокомандующим самого слова Маковей и обозначает Кувалда. Это прозвище, это не имя. Поэтому, когда народный праздник, значит, народ празднует Маковей, вам будут рассказывать, что это маг надо веять в эти дни. К веянию мага никого отношения не имеет, это по-еврейски сказать Кувалда, Молот. Вот. Что? Яблок. Вот. К яблокам никакого отношения не имеет яблочный спас преображения Господня. Вот. Иуда, Иоаннафан, Симон, Елизар и Иоанн. Сыновья возглавляют это восстание. И в итоге и в итоге ровно через три года 25-го Кислева 65-го года осквернение произошло 25-го года 25-го Кислева 68-го года проходит всего три года и ровно день в день 25-го Кислева 65-го года войска Иуда Маковея захватывают храмовую гору вот очищают храм вот и устанавливают по новой богослужении. То есть три года понадобилось на то чтобы полностью освободить ну не полностью освободиться от сирийского влияния еще но полностью освободить контроль Сирии над храмом. Вот. Именно в честь этого события был установлен праздник Хануки. Вот. И опять же праздник Хануки является небиблейским праздником это культурный исторический национальный праздник но так или иначе Иисус его праздновал. Мы читаем что Иисус ходил в храме был праздник была зима и праздник обновления в Венгелии Теанома читаем ни одного библейского праздника в еврейском календаре зимой нету. Праздник единственный зимний праздник это вот Ханука праздник обновления храма. Никаких рассказок про свечки про значит про восемь свечек про восемь дней значит то что сегодня рассказывают тогда еще не появилось тогда просто опять же мы читаем у кого есть Библия 77 книг берите первую книгу Маковейскую там все эти исторические события описаны либо читайте Иудейские войны Иосифа Флавия то есть это два перекрестных источника которые описывают эти исторические события вот вот тогда же значит Иуда Маковей с остальными лидерами постановили будем каждый год праздновать это событие восемь дней все вот идея что вот там нужно было масло для служения храма и только нашли одну лампадку в которой масло было чистое неоскверненное для того чтобы приготовить что да совершенно верно где-то затерялось запечатано поэтому была неоскверненная вот а для того чтобы приготовить новое чистое масло нужно было восемь дней но свершилось чудо и восемь дней горела значит эта свеча к историческому событию никуда никакого отношения не имеет эта традиция появилась позже хотя в чине на возжигание ханукальных свечей евреи читают что благодарим тебя Господи что повелел нам возжигать ханукальные свечи это народный ритуал мы должны понимать то есть это все возникает гораздо позже или как один папа своей дочке в наше время объяснял чудо хануки представляешь у тебя сгорело зарядное устройство для значит телефона ты заказываешь новое через интернет но оно будет идти восемь дней а твой телефон держит заряд только один день и вот восемь дней идет по почте тебе новое устройство и все восемь дней продолжает работать твой телефон современное объяснение вот этого чудо хануки но мы должны понимать что эта легенда исторического основания не имеет в 164 году уже полностью селевкиды покидают Иерусалим освобождают крепость Акра то есть Иерусалим освобожден и в 151 году Израиль обретает политическую независимость на фоне опять же борьбы за власть внутри самой Сирии и тут уже Сирия начинает зависеть кого Израиль будет поддерживать из кандидатов на правление в Сирии вот в 141 году зелевки полностью покидают Иудею и в 140 году Симон Хасманей получает титул царствующий священник и какая должна возникнуть ассоциация то есть у нас теперь есть человек который одновременно и царь и священник вот чего ожидали иудеи наибольшее отчаяние прихода мессии мессия должен быть и царем и священником одновременно есть правда проблема царь-то должен быть из рода из колена Иудина Симон он сын первосвященника Матафия из колена Левия но но Господь так или иначе все-таки Иуда Макавей больше ввел воевые действия но так или иначе почему в приход Иисуса столь сильны были мессианские отчаяния что уже 140 лет как все-таки ну все наконец-то теперь уже должно быть у нас уже есть пост царствующего священника кресло готово значит вакансия имеется объявляем конкурс на мессию кто готов занять это место и стать царствующим священником вот в 134 году Симон умирает и место царствующего священника занимает его сын Иоанн Геркан одновременно и престол и священство к этому времени царство расширяется до границ времен Соломона то есть опять же мессианские отчаяния связаны еще с золотым периодом времен Соломона и при Иоанне Геркане царство расширяется до пределов Соломоновых и даже и Думеи принимают иудаизм то есть потомки и дома вот становятся тоже евреями наконец-то вот теперь уж точно вот-вот должен прийти мессия до прихода мессия остается более ста лет еще начинается период царствования Хасманеев значит со 104 года по 103 царствует Арестовул сын Иоанна Геркана вот со 103 по 76 Александр Янай брат Арестовула вот происходит стабилизация жизни народа и наместником в Идумее впервые на политическую арену выходят люди из рода Иродов и значит Ирод Антипатр старший дед Ирода Великого становится израильским наместником в Идумее то есть он сам Идумей не еврей то есть Ирод Великий тоже евреем не был он не был евреем и он пытался хоть как-то себе до Ирода Великого мы еще доберемся вот но вот политическая жизнь Иродов началась с того что его дед Антипатр старший был назначен наместником в Идумее вот когда умирает Александр Янай тут происходит вдруг неожиданность то есть вот это отчаяние что теперь у нас есть место которое будет занимать одновременно царь и священник все рушится умирает Александр Янай и значит его жена отказывается уступить трон то есть в Израиле начинает править царица а царица священником быть не может потому что она женщина и происходит опять разделение вот этих двух должностей вот правит она и ее дети Геркан второй и Ареставул второй первосвященником в ней вместо нее становится старший Геркан второй как по праву рождения но Ареставул отбирает у него первосвященство вот начинается вот эта политическая мышиная возня значит опять на грани гражданской войны именно на этом фоне впервые в истории Израиля появляются фарисеи все ждали мессию все ждали что священники установят порядок установят жизнь по закону Моисееву они теперь между собой еще не могут разобраться у нас теперь еще и царица появилась какая-то вот и опять у нас все наши тени разрушены все нам нужно альтернативное теперь значит священники ни при чем праведность повседневной жизни то есть фарисеи это люди не из левицкого колена которые стали как это знаете как теневой кабинет теневыми служителями божьими мы не первосвященники мы не священники но пока народ не будет жить праведно типа монахов нет монахами не были они все женаты были фарисеяки фарисеи должны быть женаты отсюда кстати и весьма большая вероятность того что апостол Павел был женат до своего обращения что его просто семья жены выгнала это движение это политическое движение не подчинение значит в духовном плане в политическом плане храму больше у нас есть Тора помните да все храм давай до свидания у нас есть Тора вот мы изучаем к тому же понимаете храм то один а синагог то много поэтому в храме только один первосвященник а в каждой синагоге свой собственный местный авторитет первосвященник и люди то есть фарисеи раввины они не из ливийского колена но они начинают их задачу это доскональное скрупулезное исполнение Галахи 613 заповедей Торы и то есть начинается это как в общем-то довольно благочестивое движение другое потому что зачастую они слишком много внимания уделяли форме забывая о сути закона и именно за это потом их Иисус и критиковал но вот именно на этом фоне в 60-х годах до нашей эры впервые упоминаются фарисеи и так мы видим как Господь расставляет декорации для главного события всей человеческой истории империя Александра Македонского возникает и исчезает как вспышка но в итоге весь цивилизованный мир начинает говорить на одном греческом языке далее восстанавливается Израиль и восстанавливается активное ожидание Мессии далее восстанавливается чаяние праведности в повседневной жизни Израиль разочаровывается в политических лидерах возникает движение фарисеев но далее события развиваются снова трагически в 67-м году умирает царица Александра Соломея вот а мы помним что у нее есть старший сын Геркан который ожидал что умрет отец и он станет царем и священником вот но царица не захотела отдавать трон она осталась царицей вот он стал священником но его младший брат Арестовул отобрал у него эту должность и он ожидает что вот умрет мама будет тогда брат будет священником а я буду царем но умирает Александра и Арестовул еще и забирает и трон в итоге Геркан оказывается вообще не удел с другой стороны у Израиля опять снова есть в одной должности и царь и священник все ждут помазанника но уже опять возникает активная политическая борьба те кто на стороне Арестовула ведущие активную политическую деятельность Сирией с северным братом мы Сирия навеки сирийский мир это гарантия нашей безопасности а главное гарантия того что Арестовул будет находиться на своем месте преемственность власти значит все коррупционные схемы сохраняются никуда не деваются с другой стороны появляется вторая партия которая говорит у нас есть легитимный Геркан вот нам не нужны все эти сирийские заморочки грекоязычные мы за Рима интеграцию значит европейские чаяния верховенство права и так далее и тому подобное потому что к этому времени меняется международная политическая система и Египет уже становится лишь сырьевым придатком появляется совершенно новая политическая сила это Рим и римские войска стоят на границе Палестины и в разгар как раз этой по сути дела конфронтации почти гражданской войны сторонники Рима интеграции европейских чаяний начинают требовать Помпей в виде войска значит мы тут легитимные наведи порядок понятно что с удовольствием Помпей вводит голубые каски в Израиль для того чтобы установить там порядок значит Геркан при этом просит его сделать его сделать священником народ разделяется и Арестовул и его последствия закрывают ворота Иерусалима перед войсками Помпея но значит Геркан со своими прорывается и открывает ворота Помпей входит в Иерусалим значит и таким образом осуществляется аннексия Израиля Римской империи то есть говорить что римляне пришли как завоеватели как поработители несколько преувеличенная точка зрения они пришли как требование местной легитимной власти значит для наведения порядка вот Геркан и они таки делают Геркана первосвященником но не делают царем вот потому что Рим у Рима свои собственные интересы вот все Геркан первосвященник он контролирует храм вот а значит в 47 году цезарь уже пришедший к этому власти назначает Геркана втором этнархом то есть народным вождем но титула царя ему не дает помним да что если в какой-то провинции был народный был из царского рода лояльный Риму правитель его могли назначить царем если он не имел царского достоинства либо Рим считал что он не достоин царского титула он был просто этнархом если не было и такового тогда на его место ставили исполняющие обязанности прокуратора так вот Геркан хотел стать и царем но его назначают этнархом вот а в 41 году власть переходит Ироду Антипатру младшему то есть в Иудее появляется первый прокуратор то есть самым первым прокуратором Иудеи был Идумей отец Ирода Великого совершенно верно Ирод Антипатр младший вот а Геркану второму остается только лишь роль первосвященника и в 37 году после смерти Антипатра младшего вся власть переходит Ироду Великому и он правит этой провинцией вплоть до 4 года до Рождества Христова до нашей эры при этом будучи сам Идумеем будучи сам не из царского рода он был великим политиком великим государственным деятелем его архитектурные проекты поражали весь Рим все ходили смотреть на храм который он полностью перестроил при этом он в Тесарии строит огромнейший стадион где устраивают атлетические соревнования и гонки на колесницах в ублажении римлян то есть он умудрялся между всеми находить баланс и в условиях уже гражданской войны в Риме после убийства Цезаря он умудрился сохранить хорошие отношения и с Клеопатрой с Египтом и с Цезарем и с Брутом и с Октавианом и когда в итоге то есть он не принимал какой-то конкретной стороны балансировал между всеми ними и когда в конце концов побеждает Октавиан он приходит к Октавиану и значит корону свою кладет к его ногам говорит все виноват значит не доразобрался но при этом он помогал Октавиану очень сильно и в ряде случаев он в общем-то даже беспорядки в Риме смог предотвратить Октавиан его простил и более того поскольку Ирод это тот самый Ирод который потом получил титул Ирода Великого вот хотя он был не из царского рода но он женился на Мариамне Хосмонейской принцессе вот и на основании этого ему император пожаловал титул царя таким образом Ирод Великий был царем Иудеи вот мы должны понимать что в новозаветных текстах присутствует восемь Иродов то есть всякий раз когда мы читаем слово Ирод мы не должны понимать что это тот же самый Ирод Великий фигурирует только в момент рождения Иисуса он умер пока еще святое семейство было в Египте Ирод при котором Иисус нес свое служение и был казнем не был царем потому что Ирод Великий умер и его ну помните как в русских скахах книги Маковейские в итоге стали преданиями сказками у одного отца было три сына и решил между ними разделить свое наследство вот Ирод Великий делит значит на три части свое царство и завещает его трем своим сыновьям причем сыновьям не от царской дочери Мариам потому что к этому времени он убил и их и ее тоже вот потому что он очень сильно боялся власти паранойя страдал по этому поводу осталось у него значит три сына которые пониже родом ну вот между ними он пытается разделить свое царство но его завещание не в чистом виде не одобряет император потому что если у трех будет равный голос то в итоге возможно не может быть принять какое-то решение у кого-то должен быть контрольный пакет акций поэтому значит пол царства отдает одному из них старшему Архилаю а остальное пол царства делит пополам и раздает Филиппу и Агриппе Ироду Филиппу Ироду Аргиппе и Ирод Архилаю еще три Ирода вот и они получают они получают титул четвертовластники то есть руководители четвертушки вот и титула царя не имеет то есть тот Ирод при котором был казнен Иисус не был царем и он был четвертовластником в Галилее и он фигурирует в Евангелиях лишь потому что Пилат самая первая попытка которую пытался сделать Пилат уйдя от ответственности он сказал так Иисус то есть Галилея оказывается все пускай в Галилее рассматривают его дело он пытается его депортировать в Галилею и тут выясняется что Ирод в это время находится в Иерусалиме вот не проходит этот вариант вот он то есть Ирод Агриппа не являлся царем при этом он тоже женился на царской принцессе на дочери сирийского царя Ареты вот но как бы это сформулировать помягче любовь его значит жизнь подорвала потому что как-то раз посещая своего брата Ирода Филиппа это еще треть того еще Ирод Филипп который не четвертовластник еще один Ирод и тоже Филипп вот он увидел его жену Иродиаду и так она его покорила его сердце что он выгнал из дома то есть он ее позвал себе та стояла чтобы он выгнал из дома дочь царя Ареты сами понимаете царю Ареты это очень не понравилось и тот наголову разгромил войска Ирода поэтому этот Ирод в принципе не имел никакого ни авторитета ни влияния когда Иисусу сказали что он ищет тебя убить помните Иисус сказал идите скажите этой лисице вот и мы сегодня образ лисицы мы воспринимаем в контексте древнегреческой мифологии басен что это как символ хитрости как у Изопа и прочее ко времени Иисуса образ лисы имел совершенно другое значение это коварный хищник действующий тайком из-под тишка но реальной силы не имеющий то есть Ирод убил Иоанна Крестителя убил втихаря тайно без суда следствие а теперь ищет убить тебя на что Иисус говорит идите скажите этой лисице то есть более современным это было пойдите скажите этой гиене пойдите скажите этому шакалу то есть тот кто реальной власти никакой не имеет но из-под тишка и тайно делает всевозможные козни вот и но потом Архилай оказывается еще более безбашенным чем его отец Ирод Великий только еще и вдобавок кто-то был хоть великим политиком и преобразователем и когда был голод Ирод Великий все богатства своего дворца продал чтобы накормить народ вот то есть в общем-то действительно был политическим деятелем довольно ярким этот был кроме развлечений очень интересовало был человеком жестоким в общем все это привело только лишь к беспорядкам вот и в конце концов помните когда святое семейство услышало что Ирод умер они радостно поехали домой в Иудею и тут узнают что вместо Ирода правит Архилай все спасибо не надо обознатушки перепрятушки и отправились в Галилею поселиться в конце концов Ирода Архилая император разжалует снимает с должности прогоняет и на его место ставит исполняющего обязанности Понтия Пилата потом со временем на это место будет поставлен к власти придет Гай Германик который станет императором под титулом Каллигулой и он своего школьного друга который вместе с ним в Риме получал образование Ирода Агриппу первого поставит туда на это место царем и тут скажет Иродиада своему муженьку посмотри твой племянничек уже царем стал а ты до сих пор в четвертовлазниках А ну-ка ноги в руки в Рим и требовать себе тоже царское звание Тот поехал в Рим попросить царское звание но с кем будет император советоваться своим другом он спросил у Агриппы тот ему незлобливо про своего дядю все рассказал и в итоге вместо того чтобы дать ему царское знание его всылку во Францию сегодня это во Францию тогда это в Гальские земли к диким племенам единственное что можно сказать к чести Иродиады что она как Джона Декабристов вслед за ним туда же всылку и поехала а эту территорию опять же присосновала президентка Иудеи вот и со временем при Агриппе первом вся Иудея снова становится под имеет царя то есть вот он опять царь ну вот совершенно верно он получил образование жизнь в Риме он получил власть одного ему не хватало для римских правителей ему не воздавали божественных почестей вот и то что то к чему снисходительно относился Бог у языческих царей царю израильскому не пристало и он значит умер позорной смертью вот об этом опять же мы читаем и у Луки и у Иосифа Флавия значит а потом его место после него занимает Ирод Агриппа второй это тот перед которым потом апостол Павел это следующий и Ирод и то тоже Агриппа и тоже царь вот так в общем-то вот это вся история династии иродов великих то есть к моменту рождения Иисуса правил Ирод великий вскоре он умирает и возвращает когда начинает Иисус служение то в Иудее своего царя нет помните царь иудейский это был вакантный титул вот исполняющий обязанности царя Понти Пилат но кроме того важно понимать итак первая борьба это между основами государственности Тора и Храм вот второе это вот политическая ситуация исторически сложившаяся и в соответствии в контексте этой исторической исторически сложившейся ситуации мы можем рассматривать политические партии античного Израиля нам эти группировки известны какие-то из истории какие-то из Нового Завета но мы смотрим на них как на религиозные зачастую группировки как сегодня на динаминации вот есть там баптисты пятидесятники там харизматы пресвятариане и прочее и очень часто мы к этим всем фарисеям саддукиям относимся примерно так же что это просто разные динаминации иудаизма упуская из внимания что тогда на первом месте была не религия на первом месте была политика то есть все эти группировки имели каждая из них свою политическую программу свое отношение к народу государственности в форме правления свое отношение к Риму свое отношение к закону свое отношение к храму и постоянно шла конфликтная борьба между этими партиями причем влияние их менялось помните когда Иисуса в Синедрион приводят то там подъявляющее большинство конституционное большинство у саддукеев фарисеи там голоса вообще не имеют и допустим Иосиф Аеримафейский вообще на Синедрион не пошел что ходить зря все заранее все уже оговорено он идет и покупает могилу для погребения Иисуса к тому времени когда в Синедрион потом позже приносят апостола Павла там уже паритет там одинаковое количество саддукеев и фарисеев и Павел видя что истина их не интересует они между собой только за власть борются он им кость вбрасывает меня судя за то что я верю в воскресение мертвых знаю что фарисеи верят в воскресение мертвых а саддукеев нет и те между собой начали драться а Павел в это время тихо отдыхал в сторонке вот то есть в Синедрионе тоже менялись менялось расположение политических сил итак политические партии древнего Израиля самые первые самые наиболее часто упоминаемые в писании в истории это фарисеи так называемое движение повседневной праведности мы с вами видели в каком контексте эта партия возникла она возникла в связи с тем что те кто должны были праведность народу нести цари и священники были настолько увлечены политической борьбой что как-то самое главное в законе оказалось за скобками впоследствии сами фарисеи самое главное в законе оставили за скобками потому что их интересовала только в первую очередь формальная сторона этого предпочтительная форма правления во времена Иисуса фарисеи составляли меньшинство в Синедрионе поэтому парламентская форма правления их очень мало устраивала потому что они тогда никакой власти не имели и потому их предпочтительная форма правления была демократия храм один а синагог много то есть те кто имеют влияние в синагогах имеют влияние на весь народ храм имеет влияние отчасти но раз в год и весьма ограниченное и не повседневное во времена Павла когда в Синедрионе возникает паритет между фарисеями и саддукеями для них уже становится предпочтительной формой правления парламентаризм то есть представительская демократия их голос в парламенте имеет уже вес и это мы читаем как раз в 23 главе Деяний апостольских отношение к религии у них скурпулезно формальное все мельчайшие детали должны соблюдаться как Иисус говорит платите десятину смяты и руты наблюдаете крещение скамеек и мисок значит это самое ритуальное омовение нужно понимать что смысл это слово крещение в первую очередь это ритуальное очищение очень часто опять же на формальную сторону это само слово обозначает погружение но основываясь на этом стоит вопрос в чем разница между баптидзо и бапто то есть то и другое погружение я не знаю приводил я нет пример с солеными огурцами вот с солеными огурцами в кипяток бапто погрузили но при этом изменений никаких нет в рассол это уже баптидзо вот они же баптидзо из камней и миски то есть все должно быть вокруг чисто как Иисус же не придумал ни одной новой религиозной формы крещение существовало до Иисуса хлебопреломление существовало до Иисуса проповедь существовала до Иисуса он все это наполняет совершенно новым содержанием вот у фарисеев же для них самое главное это соблюдение формы отношение к Риму неприязненное ну что поделать так оно есть то есть мы являемся провинцией Рима вот и факт есть факт но это на нашей личной праведности никоим образом не сказывается поэтому нам неприятный факт как вот дождь он идет нам может не нравится но повлиять на это мы никак не можем саддукеи вторые по количеству упоминаний в новом завете это храмовая элита это в первую очередь потомки хасманеев то есть люди в основном из царского рода это как раз самые богатые люди в стране вот в большинстве своем потому что среди фарисеев был и тот же Никодим и тот же Иосиф Римофейский то есть тоже богатых людей хватало но храмовой элитой являлись именно саддукеи потомки царского рода хасманеев и для них как раз предпочтительной формой правления является олигархия то есть они как небольшой группировкой они контролируют храм и через контроль храма они пытаются контролировать весь остальной мир это опять же невыборное никто их не выбирал они просто имеют влияние и этим влиянием пользуются отношение к религии прагматичное для них религия это инструмент через который они воздействуют на общественную жизнь как люди которые способны контролировать храм отношение к Риму пассивная оппозиция то есть не то чтобы они Рим поддерживали но Рим обеспечивает правопорядок товарообмен безопасные дороги финансовую систему водопровод и так далее и тому подобное то есть называется конечно же лучше же это делали наши люди но наши люди этого не делают пусть это делают хоть Римляне следующая партия это Иродиане Иродиане это сторонники это монархисты сторонники династии Иродов то есть мало того что для них предпочтительная форма управления монархией речь идет не о любой монархии а монархами должны быть только люди из Иродов потому-то для Иродиан идея что будет царь иудейский какого-то другого происхождения для них это угроза их положению потому-то они и противопостоят так идее царя из колена Иудина отношение к религии апатичное они большинство по происхождению иудеи не иудеи как у нас большинство мы украинцы мы русские мы белорусы значит мы православные вот то есть как факт как чисто факт этнической принадлежности отношение к Риму у них сложное оно зависит от конкретной ситуации то есть они в этом плане оппортунистами являются например в Галилее правит Ирод Антипа в Этурии значит Итраханистской области правит Ирод Филипп то есть правят потомки Ирода с подачи римлян и поэтому у них в этом плане отношение к Риму лояльное Рим делает то что нам нужно что же касается иудеи то там римский наместник ну вот и тут уже у них отношение чисто оппортунистическое всякий раз когда ему на него нужно наклеветать что-нибудь там императору какую-нибудь хляву послать они всегда в этом плане первые вот всякий раз когда появляется какая-то возможность продвинуть идеи кого-то из иродов на это место посадить то они естественно занимают эту сторону очень интересно что в новом завете иродиане всегда упоминаются вместе с фарисеями казалось бы люди занимаются совершенно разные положения и к религии и к риму и к форме правления и прочее но вот это тот самый как это Андрей Кураев называет женская дружба против кого дружим девочки вот то есть эти люди которые никогда бы вместе что-то для чего-то делать не стали в лице Иисуса у них появилась общая угроза у фарисеев и у иродиан поэтому вот у Матфея 2.2 глава 16 стих у Марка 3.6 и 12.13 они всегда упоминаются вместе Лука их не упоминает вообще ему греку без разницы все эти дела он даже не знает про них ничего но обратите что они по сути дела находятся в союзе с политическими оппонентами чтобы не допустить к власти прихода царя который был бы не из рода Иродова вот кто угодно только не этот и всякий раз когда они упоминаются вместе они вместе упоминаются в связи с тем что замышляют какую-то очередную каверзу вот а следующая партия это зелоты само слово зелоты обозначает ревнители это экстремистское движение ревнителей праведности но в их понимании праведность это поубивать всех неправедных вот и такая форма борьбы за праведность как вы знаете на Ближнем Востоке существует по сей день вот джихад антифада там как его хотите так и называйте вот то есть это террористическая группировка для них предпочтительная форма правления анархия вот каждый сам за себя у нас значит ножи помните в фильме Белое солнце пустыня что нож хорош тому кинжал хорош для того кого он есть и плохо тому кого он мне кажется в нужное время отец мне сказал возьми кинжал вот и возьми себе сам все что ты хочешь взять вот и про Абдулу при этом Саид говорит что Абдулла воин Джавдет трус Джавдет который там убил ограбил вот Абдулла воин то есть Абдулла это анархист который вот создает анархическую систему такой ближневосточный Нестор Махно вот для них предусмотрительная форма правления анархия разбойника которого отпустили вместо Иисуса как его звали Варнава 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 это сын утешения это это дядя Иоанна Марка автора Евангелия от Марка вот Варава правильный ответ не знаем мы не знаем Варава это не имя Варава это прозвище то есть Варава значит сын отца Батькович вот то есть это 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 самое его как сегодня говорят позывной или как говорили раньше Погонялова вот то есть его значит называют да то есть и имя его не является открытым значит только узкий круг знает какое имя к нему обращается Батькович сын Варава сын отца вот то есть это в общем такой яркий пример анархической системы а этот слепой тоже был сын отца нет он был Вар Тимей сын Тимея ага а там сын отца да Варава Ава отец вот тот сын Тимея вот и по-видимому этот Вар Тимей с ним лично Марк знаком поэтому он к нему уважительно по отчеству вот то есть он его знает лично поэтому он напоминает имя да да вот приспосительная форма правления анархия отношение к религии номинальное то есть мы евреи значит мы автоматически иудеи вот понятно что в храм соваться не всегда безопасно но при этом у каждого у себя значит был ножик в голенище сика по-арамейски поэтому их еще называли сикарии вот и они доставляли наибольшую проблему для римских солдат потому что просто вот на рынке патруль может ходить и кто-то из ходящих на рынке вдруг достает нож прорнул ножом и в толпе скрылся вот это была такая была методика их политической борьбы вот они к Риму относились очень антагонистически вот очень интересно что среди апостолов Иисуса есть Симон Канонит или Зелот Канонит и Зелот это одно и то же по-арамейски и по-еврейски вот в то время как Матфей вероятнее всего Левий Матфей он скорее всего иродианин вот то есть представитель совершенно разных кругов в итоге объединяет Иисус среди своих учеников следующая партия это есеи о есеях в Новом Завете вообще ничего не сказано по одной простой причине они нигде не светились в явном виде но в не в явном виде они проявлялись время от времени само слово есеи это значит святые это очень узкая группировка которая говорит что нам нечего делать ни с Римом ни с вот этим вот еврейским народом которых значит сами уже не знают чего хотят наше дело уходить уединяться от мира отряхтись вот то что Иисус говорит что я болюсь чтобы ты не сохранил их от мира это как раз намек на есеев которые от мира уходили жили замкнутыми своими коммунами одни только мужчины значит исповедовали безбрачие ежедневно крестились крестились при этом исключительно живой водой живая вода имеется ввиду проточная вода мертвая вода стоячая вода но жили они в основном в пустыне например одна из самых больших есейских общин которая была обнаружена это кумранская община возле мертвого моря где пустыня пустыня где источников воды нет ближайший источник янгеде километров 15-20 до него где же они брали живую воду проточную у них возникает богословие целое что пока вода находится в естественных сосудах она остается все еще живой то есть пока по камню бежит у них была целая система из сбора дождевой воды вот и плюс транспортировка воды из янгеде но для этого для транспортировки живой воды они делали водоносы из камня вырезали то есть потому что стекло это искусственный значит керамика глина это искусственный они вырезали каменные водоносы и в этих каменных водоносах а ну наверное ослы таскали так или иначе это была серьезная транспортная ситуация но обратите внимание мы читаем в англии от иоанна что когда иисус был на браке в кане галилейском там стояли водоносы каменные из чего мы можем понятно что каменные водоносы не самая дешевая не самая удобная форма из чего мы можем сделать что среди родни иисуса были иисеи вспомните что мама иисуса отвечала за угощение то есть это была какая-то какая-то родня значит праздновала свадьбу туда позвали иисуса мама отвечала за угощение а очень многие исследователи утверждают что учение иоанна крестителя и его форма жизни и прочее очень сильно отражает иисеевские традиции и в общем-то есть такая весьма скажем так вероятная теория что родители Иоанна рано умерли потому что они были уже довольно престарелыми когда он родился вот и вот какая-то иисеевская родня взяла кто-то из дяди двоюродный дядя взяли мальчика на воспитание в есейскую общину что Иоанн вырос в есейской общине так или иначе Иоанн это двоюродный брат Иисуса вот и так что из Евангелии значит когда Елисавета была сестрой Марии но смотрите Елисавета и Захария оба из колена Левина а Мария и Иосиф из колена Иудина уже уже надо еще одно поколение чтобы тут невозможно вот ну что Захария из Левина это Елизавета могла быть из другого оба из колена Левина из рода Левина оба Захария и Иосифа то есть между ними какое-то проезжуточе колена было дело то что трое но в да спасибо за значит мы должны понимать что представление семьи в древнем Израиле гораздо более широкое чем то что мы считаем сегодня да значит я говорю двоюродный в смысле не родной да то есть близкий близкий родственник вот и при этом с другой стороны и значит Яков и Иоанн Зеведеевы тоже были двоюродными братьями Иисуса это уже двоюродными двоюродными где прямо говорится Соломея сестра матери его вот далее считается что Симон и Иуда не Искариот значит и Яков Яков меньше это значит тоже двоюродные братья Иисуса но по линии Иосифа то есть сводные двоюродные братья мы должны понять что в этой компании апостолов только три человека были чужаками все остальные были близкие родственники друг к другу либо соседи в маленькой деревушке либо значит их семьи имели общий бизнес там рыболовецкий или прочее только Фома Иуда и Матфея там три человека были со стороны потому Матфея так возмутило когда тетя Иисуса подошла и сказала ты набрал родственников не забудь когда сядешь что твои двоюродные брата самые ближние тебе одного по левую руку другого по правую Матфея так это возмутило что все для него этот человек больше не существует как можно столько коррумпированного человеку доверять он ее называет не иначе как мать сыновей Зеведеевых все как личность ее нет когда он ее даже не упоминает ну как может сыноваться на человек который доверия недостоин и только вот собственно сам Иоанн намекает сестра матери его а Марк как самый младший ее уважительно называет Соломея для Исеев предпочтительная форма правления теократия отношение к религии мистическое это мистический культ они создавали свои собственные тексты эсхатологические апокалиптические у них был свой мистический учитель параллель проводится между ним и миссией Израилевым отношение к Риму самоизоляция вот и Исеи естественно потом прекратили свое существование но благодаря Исеям до нас дошла огромнейшая библиотека вот эти свитки мертвого моря это ими законсервированные тексты их библиотеки большая часть там огромное количество чисто эсейские тексты но также большое количество текстов ветхозаветных которых в принципе не существовал древних списков вроде до обнаружения свитков мертвого моря более ранних чем 13-14 век то есть были какие-то фрагменты 13-14 полный лишь 16 век и потому-то были идеи что это все позднее изобретенные вещи и только с открытием вот этой библиотеки свитков мертвого моря выяснилось что эти тексты абсолютно идентичны тем текстам которые были во времена Иисуса и все пророчества об Иисусе не вписаны задним числом они во всех этих текстах изначально присутствуют ну и самой политически на самом деле наибольшей политической силой но реже всего выступающей как во всяком обществе является народ ам-а-ариц буквально народ земли или как у нас говорят беспартийные они составляли большинство но от этого большинства зависело то будет или не будет власть у той или иной партии поэтому все время с народом заигрывали к народу относились как к внешнему помните когда Никодим сказал что значит закон наш позволяет осудить человека не выслушав его он говорит ты что тоже из Галилеи Никодиму посмотри убедись что из Галилеи не проходит а этот народ он невежда в законе проклят он то есть фарисеи из-за того что они знают закон объявляют народ Божий проклятым потому что те закона не знают предпочтительная форма для правления для народа естественно демократия нас должен услышать наш правитель отношение к религии номинальное отношение к ему ропот но с этим у нас тоже все в порядке то есть всегда отношение к властям которые собирают налоги которые ограничивают там вводят правила дорожного движения я хочу так ехать они меня так заставляют ехать штрафы накладывают всегда ропот вот нас это опять же очень сильно значит объединяет если во многих народах спектр оценки ситуации это плохо так себе значит нормально хорошо очень хорошо то у нас все пропало все пропало все пропало все пропало давно бы так вот точно так же вот такое же бы отношение было к властям и у народа вот но мы должны понимать что благоденствие народа это залог успешного правления властей и политики всегда и везде вынуждены завоевывать симпатии народа электората потому что если народ будет против они могут использовать силу но силу невозможно использовать бесконечно рано или поздно сила это иссякнет в противном случае полагается остается исключительно на силу но это не может длиться бесконечно долго сила Продолжение следует...